Вы знаете, меня поразило, что его выпустили в этой роли. Это же не роль Шута, заметьте. Это роль такого юродивого, которого никогда не поймешь, где он серьезно, кого он сейчас троллит, нас или Путина. И мне казалось, что, конечно, Путина. Я за творчеством Ахлобыстина слежу, мягко говоря, давно, больше 20 лет. Еще с его работой в журнале «Столица» и фильмов типа «Даунхаус», где он играл главную роль. И он всегда играет, он и в жизни играет. Не было ни одного интервью, где бы он был самим собой, он все время играет. И из всех его сценариев понятно, что то, что он исполнял на Красной площади, он исполнял пародию на Путина. Он пародировал Путина и ничего другое. И как это могли допустить? То, что это смогли допустить, это один из наших шансов на победу в войне. То, что сейчас в России все настолько плохо в руководстве, что они даже не понимают, кого они вывели на сцену и что этот человек делает, это свидетельствует о полном развале, конечно. Это безусловно. Я еще обратила внимание, кстати говоря, на Колю Расторгуева, который очень много лет не живет в России, как известно. Давно живет за рубежом, он лечится, у него проблемы с почками, но неизменно выходит заколотить свою деньгу, спев в ботяне «Комбат» и подогрев слегка милитаристские настроения аудитории. Вообще разве это не дичь? Не, ну Расторгуев-то другое дело. Все-таки под его песней Путин танцевал последний раз в жизни. То есть, когда он танцевал на своей последней дискотеке, он помнит, что там пели Расторгуева. Поэтому для него это как, не знаю, как к Кобзону прикоснуться живому. Это что-то святое, естественно. Поэтому Расторгуев как раз не вызывает у меня в этом смысле удивления. Все-таки, ну, нельзя сравнить, понимаете. Такая величина, как Ахлобыстин. Сам Ахлобыстин спустился с небес и произнес главную речь своей жизни. Я думаю, что она войдет в историю. Вот у любой истории, как там, трагедии и фарс, правильно? Вот если писать фарсовую историю этой войны, то эта речь стала апофеозом, я считаю, апофеозом фарса этой нынешней войны.